Здравствуйте, друзья! У нас сегодня гость, зовут его Виктор. Вы недавно видели его, он вам демонстрировал поверхностные возможности автомобиля Aston Martin. Мне кажется, произвел впечатление, теперь все знают, на чем ездят тестировщики в Кремниевой долине, и мы так собрались для более такого душевного продолжительного, продленного во времени разговора, такого продолжительного. И давайте-ка вот, Виктор, начнем с, как вы вообще в Америку попали, и что вы до этого вообще делали, где жили, чем занимались, вообще, как вас сюда занесло? Знаете, рассказывать, как какое-то количество людей об этом рассказывало здесь Миша, до меня мне бы не хотелось, потому что... Мне можно по-своему. Информат свободный. Значит, ну, я попал сюда не совсем так, как попадает большинство, хотя у меня... Значит, во-первых, я здесь в Америке больше 25 лет. Ну, как некоторые из нас. На 25 годах я перестал считать, потому что уже скучно. И отсюда, кстати, сурджик русского с английским. Я был беженец, но в отличие от тех многих вновь приехавших беженцев, которые придумывают, как стать беженцем и как доказать гонения, по политическим ли или по религиозным данным, у меня этого не было, потому что у меня с самого раннего возраста, в силу того, что я был очень глуп, были проблемы с советской властью. И... Ну, заранее вы что, с трех лет были? Нет, не с трех. Мои серьезные первые столкновения лбами начались в 17 лет, когда меня первый раз исключили из университета. А меня первый раз исключили на первом курсе из университета за антисоветскую религиозную пропаганду. А университет какой был? Ну, Московский университет. МГУ. МГУ, да. И меня исключили тогда первый раз через три месяца после того, как я начал учиться. Приблизительно. В связи с тем, что когда был праздник Симхостейра, мы пошли в синагогу. В Москве тогда была одна синагога в центре города, рядом с площадью Нагина. И мы там просто праздновали Симхостейру. Улица была перекрыта, там полно было молодежи. Танцевали, пели. И КГБшники, не скрывая, открыто фотографировали все это на улице. Ну и даже... Я объясню. Значит, дело в том, что синагога была таким местом, куда приходило очень много иностранных туристов, евреев, которые приезжали из Америки, из Англии, из Франции. И они туда приходили посмотреть. И там шла постоянная съемка. Постоянная видеосъемка. Там были всякие патрули. Я учился в Иссуте связи, которая находится в Калининском районе. Тогда находился в Калининском районе города Москвы. И вот эта вот синагога на улице Лапина тоже находилась в Калининском районе города Москвы. И вот там какие-то это называют оперотряды. Вот там был оперотряд из Иссута связи, в частности. Вот они там ходили, записывали, переписывали. Тех, кто там оказывалось, потом вызывали. Там было место такое в Иссуте связи. Вызывали, предлагали сотрудничать. Там еще что-то. Вот, вот, вот. Это было такое, да. У меня было немножко интереснее, потому что, когда в университет пришли бумаги по поводу того, что, вот, я справляю религиозные праздники. Правда, я не увидел там ни пропаганды, ни уж точно антисоветской пропаганды. Но еще проблемы были связаны с тем, что я не был в комсомоле. Еще со школы я не вступил в комсомол, чем был, на самом деле, большим черным пятном на лице школы. И потом меня ужасно не хотели из-за этого брать в университет. Это отдельная история, наверное, может, для другого интервью по поводу университета. Я был единственным не комсомольцем в университете, что понятно было, большим пятном. И когда пришли все документы, то ко мне пришел комсомольский вожак нашей группы и говорит, тебя вызывают на комитет комсомола университета, чтобы обсудить твое поведение. Чему я был немножко удивлен. Мехмат. И я был этому немножко удивлен. И я сказал, ребят, подождите, я вообще не член комсомола. И что такое ваш комсомольский комитет, я не понимаю. Помимо этого, я совершенно не понимаю, как общественная организация связана с административной системой. И плевать я хотел на ваш комитет комсомола. И я, естественно, не иду на это собрание, на котором принимается решение о моем аморальном поведении, о том, что я, как это говорили, образ комсомола разрушаю, что-то, в общем, какой-то вот такой буллшит. И они предлагают администрации ректората университета меня исключить. Это называется походатайство общественных организаций. Вот. И меня исключают из университета походатайству комитета комсомола, потому что я порчу облик советского комсомола. Под это дело обычно в очень короткое время должна была прийти повестка из военкомата, поскольку уже нет отсрочки от армии. Дело в том, что у меня помимо этого еще был и волчий билет. Волчий или белый? Нет, волчий. Нет, белый. Я был освобожден. И у меня отдельные проблемы были с военной кафедрой, на которую я не ходил. Но это тоже отдельная история. За это меня будут исключать второй раз из университета. Вообще, я вообще не понимаю, зачем взяли еврея в МГУ за еще такого вредного? Уже могли вообще первые, вообще не брать. Что они и хотели. Они хотели меня не взять, но я в силу своего глупости и упрямства очень хотел на мехмат, потому что на тот момент это практически было лучшее математическое образование в мире, хотя у меня была возможность учиться в каких-то других местах, и мне в университет не надо было сдавать экзамены, тоже меня должны были принять без экзаменов. Почему без экзаменов? Дело в том, что в ЮНЕСКО, а Советский Союз был частью ЮНЕСКО, для тех стран, которые участвовали в международных олимпиадах, и первые пять мест международной олимпиады получали право учиться в любом университете страны члены ЮНЕСКО. Это олимпиадник. Да, я был олимпиадником по математике. Ну, опять, еще надо в сторону отступить. Я учился и закончил физико-математическую школу при университете номер два. Молодежь не знает, что это такое люди. Их было всего две таких в Советском Союзе, номер два и 57. И был в Питере интернат еще. Нет, интернат был под Москвой в 18-й, Калмогоровский. Да, Калмогоровский был. В Питере тоже школа была хорошая. Но я бы их не назвал при университете. 57-я школа не была. А вторая школа была прикреплена к университету с той точки зрения, что у нас математику преподавали преподаватели из МГУ. И уровень математики, конечно, был сильный. И в каком году ты закончил? В 80-е. Да, в 80-е я закончил. Я хочу сказать, что эта история второй физико-школы московской, это вообще отдельная совершенно большая история. Я-то постарше на пару лет, и там была такая история. Был очень известный человек, Севашинский, его фамилия. Севашинский писал книжки, он преподавал во второй школе, он писал книжки очень хорошие по математике для школьников. И я поступил в 57-ю школу. Она сейчас как-то больше известна из-за того, что там девочки бежали. Но в наше время как-то не обижали, все были хорошие. И вот я поступил в 57-ю школу в 71-м году. А вот в этот момент как раз был удар нанесен по вот этой второй, потому что Севашинский уехал в Израиль. Из-за чего там он уехал? Я не знаю, может быть, просто уехал. Но, во всяком случае, безидейная оказалась школа. Ее ограбили там всяких райкомов и так далее, и так далее. Причем у основ как бы этой школы, создания этой школы, там куча евреев, был этот Дынкин. И, в общем, там такое сплошное сионистское гнездо оказалось. И вот, значит, это гнездо разорили. И когда я пришел в 10-й класс, вот, 1-го сентября мы пришли в 10-й класс, вдруг обнаружилось, что, в общем, довольно много совершенно новых детей, неизвестно откуда взявшихся. Потом выяснилось, что они взялись из второй школы, вот, и так далее. Но стало быть, она 2 года старше просто. Я закончил в 78-м. Вот. И это отдельная совершенно большая история. Может быть написано где-то, я не знаю. Я не знаю насчет написано. Вторую школу разгоняли дважды. Первый раз разогнали. Вот как раз я поступал, когда в 6-й класс туда сдавал экзамены. А, это было еще при Севашинском. Да. При нем. И я думаю, что это триггер его на отъезд. А второй раз, большущий разгром был в 78-м году. Я уже учился. И был, я не помню, то ли я в 8-м, то ли я в 9-м классе был. Когда очередной разгром был школы, когда она была названа гнездом сионизма, и 70% преподавателей школы ушли. Или их ушли, и в каком направлении некоторые из них двинулись к вэщенбл, потому что, по-моему, одного или двух человек все-таки в махровое советское время притянули за антисоветскую пропаганду. Света училась в Киеве, в такой школе. И у них был преподаватель литературы. Естественно, еврей, который, значит, оказался в каком-то литературном кружке неправильной ориентации, его посадили за распространение порнографии. То есть официальная формулировка была, но политически нельзя было. А, значит, он казался, что он порнографию. Мы нашли его здесь. Он в Монтерее в разведшколе преподает русский язык. Бывает. Ну, опять, мы отклонились в такую историю глубокую, которая большинству зрителей, наверное, не только будет неинтересна, а будет вообще казаться дикой, в какое время мы жили. Они говорят, что этого не было ничего. Естественно. Естественно. Так вот, возвращаясь. Давай вот что. Значит, итак, ты участвовал в Международной Олимпиаде? Да. Значит, по идее тебе нужно было без экзаменов принять. Вот. Обычно, практически все евреи, которые были на Мехмате, они либо шли с Олимпиады, либо был кто-то очень блатной. Да. Потому что, в принципе, в университет, значит, у них было не писано правило антисемитизма. В университет старались не брать евреев. Их было три основных заведения в Москве. Это МИФИ, МГУ, МИФИ и МФТИ. Это когда экзамены на месяц раньше там были. Да. Но в то же самое время наиболее талантливых, ну я себя не причисляю к наиболее талантливым, наиболее талантливых таки брали туда евреев, потому что они все потом уходили, их всех забирали в закрытые ящики в оборонку. И просто как пример, когда-то в Советском Союзе был такой институт, я не знаю сегодня как это называется, был институт лесной промышленности. Конечно, там ракетчиков готовят. Точно. Потому что один из моих родственников, дядей, преподавал там летное дело. Это под Москвой? Да, да. Так вот в лесном институте готовили ракетчиков. Евреев-Лесников там? Евреев-Лесников, да, в том числе. Там готовили всех для космоса инженеров. И там были, значит, факультеты летательных аппаратов и так далее и тому подобное. И нельзя было конспекты, которые ты записывал на лекциях, выносить из института. Ну это как у военных заведений. Да. А называлось институт лесного хозяйства, пожалуйста. На самом деле, если мы возвращаемся к экзаменам вступительным, засыпанию на экзаменах и так далее. Я на счет трех... Вот эти три, они отличались только тем, что там экзамены на месяц раньше. То есть можно без риска поступать и потом куда-то перепоступать. Но сыпали практически всюду, с исключением там 5-6 вузов. Вот есть тут связь, где я учился один из таких. Между прочим, институт связи, насколько я помню, был сильным довольно техническим заведением. Ну не популярным, поскольку, ну не важно, тогда связь была в загоне при коммунистах. Но что касается вот этих трех институтов, один из них отличался тем, что на экзаменах не сыпали вообще. Но там был разный проходной балл для разных людей. То есть, например, вот допустим, вот у нас в школе было два мальчика учились в одном классе. Один был из рабочей семьи такой, из пролетариата, из Подмосковья на электричке приезжал и так далее. Он набрал 15 баллов и его приняли. А другой, например, и он такой русский мальчик. Вот, а другой был еврей, который набрал 17 баллов и его не принял. Но, если еврей набивал 18, то уже как бы ему прощалось, что еврей. Вот, а других просто сыпали. В МИФИ, например, я поступал, там происходило так, там не вывешивались списки, там не было списка. Ты подходил, значит, и вот там сидел человек, он так открывал и говорил, вы приняты или я открывал, вы не приняты. Вот так происходило, вот так. А на экзамен надо было прийти с паспортом. А когда-то заявление о поступлении подавал, там, значит, надо было написать, не было ли родственников, кто служил в белой армии, не было ли кто-то в плену. Нет, это не шутка. Когда вот меня не брали в университет, и я бился лбом в стену, что, ребята, я не поехал учиться в Сарвону, и вы должны были бы мне оплачивать и дать грант. А я пришел в наш московский родной университет, и вы должны меня принять. Вот они вот так же морду кирпичом и не понимали. Ну это же они не на свои там сорваны. Ну, дело, в общем, возвращаясь к нашим баранам. Так меня исключили первый раз из университета. Ну, я, будучи совершенно молодым, тупым, не понимал, что с системой бороться бесполезно, правда, и пытался всем доказать, что я не баран, я начал стучать во все двери, куда только можно было, и кричать, что, ребята, меня исключили по рекомендации комсомола, членом которого я не являюсь, пожалуйста, предъявите мне какие-то доказательства того, что у меня была антисоветская пропаганда или религиозная. В общем, дело заканчивается, это можно и до бесконечности рассказывать, дело заканчивается тем, что они меня восстанавливают в университете, но заводят против меня уголовное дело по поводу антисоветской пропаганды. Это уже по уголовной статье, но я хочу сказать, что вот когда Виктор говорит, что я не комсомолец и что какое отношение мое студенчество имеет к комсомолу и так далее, это противоречит Конституции СССР. Потому что в Конституции СССР написано, не то, что Виктор говорит противоречит, в Конституции написано, что коммунистическая партия является руководящей и организующей силой общества. То есть коммунистическая партия по Конституции является тем, кто принимает все решения и за все отвечает. Поэтому коммунистическая партия в лице молодежного крыла своего комсомола говорит, что это не наш. И административные органы подчиняются политическим, не наоборот, они не живут параллельной жизнью. То есть мысль о параллельности моего существования и какого-то там комсомола, и какой-то непонятной коммунистической партии, эта мысль не проходит. По Конституции, тогда не нужно было в карман наркотики подсыпать. Это правда. А мы просто сажали и все. Да. И таким образом, значит, мне припаивают эту статью. Уголовную уже. Да. И правда, непонятно совершенно, чем я им понравился, но дают мне условно. Дают мне условно за это, но меня автоматически на основании этой статьи исключают из университета уже второй раз. Миночка, а долго занялось? Уже с какого курса условно? Нет, это все было, это было уже во второй половине первого курса, в весенней сессии. А какие-то действия конкретно инкриминировались? Дело в том, что не было, естественно, никаких конкретных, не было никаких фактов и действий, потому что их в природе не было, и они ничего не состряпали. Это была практически, как в сталинские времена, закрытая тройка. То есть это было закрытое дело. Я там был не один. Там было семь человек. Нас всех вместе, как группу, чуть ли не готовящую переворот к советской власти. Но вы не все из МГУ. Мы вообще друг друга все никто не знали. Никто и никого я из них раньше не видел, но правда всем семерым дают условно. Я вам скажу, друзья, это праздник Симхат Тара. Это праздник дарования Торы, как бы, до Ветхого Завета еврейскому народу. Моисею, там, на горе Сион Господь, значит, преподнес. И это праздник самый большой, и там собиралось очень-очень много молодежи. Там пожилых там не было видно. Там был молодняк. Туда ходили знакомиться. Это про... Вот я сейчас... Туда ходили знакомиться с девочками. Это был сайт знакомств, но в реальности. У нас были молодые вот парни, вот я знал, там институт связи много было, евреи. И вот они там ходили, с таким списком возвращаясь, они там знакомились. Тогда не было карточек, там бизнес. Тогда они записывали телефоны. Потом на целый год им было там, значит, всяких этих... Ну есть, что вспомнить. Да, да. Я вспоминаю, да. Вот. Но поскольку мой отец в органах служил, и он мне сказал, когда я уже подрастал, и еще старшим школьником был, и он мне сказал, запомни, он говорит, там идет непрерывная съемка. Он говорит, мимо синагоги, не только в праздник, в будний день, не ходи. Обходи за три киломена. Не ходи по этой улице, потому что ты попадешь в объектив. И все. И не то, что все, но... Ну, неприятности в жизни будут. По всякому случаю, уже что-то накроет тебя. Кстати, я вспомнил, мы опять отвлекаемся от темы. Я хотел вспомнить. Еще зверя. Поехали. Однажды мы все-таки пошли со Светой, значит, и там толкучно было очень. Меня обматерил какой-то еврей с таким шнобелем за то, что у меня не было ермолки. Ну, в общем, как-то мне урод. Ну, неважно. В общем, антисоветская деятельность московской синагоги, она уже в предбаннике была. Потому что ты заходишь в предбанник... И уже чувствовал энергетику. Уже чувствовал энергетику антисоветскости, потому что там висел кумачевый плакат. Кумачевая такая лента красная. Такая она висела, вот так вот, заходишь, и бум, еще туда внутренне. И лента, и там на красном палатнище белыми буквами, белыми, вот таким кондовым шрифтом, таким было написано, спасибо родной партии за заботу. Понимаешь? Ну, то есть провокации на ровном месте.